девочки здравствуйте девочки здравствуйте я пришла токаша девочки в нормальном настроении только шапалочки повтыкивала между огурцами земля нормальная там но все равно повтыкивать надо же было сила правильно девчата если бы она была острая да как шампура стравмыл стравмыл и пошел а также я нож не острое все девочки адский труд что не возьмись а все адский труд все девочки теперь здравствуйте дорогие друзья подружки девчата хлопцы соседи мои а также зарубежные гости спасибо вам что вы есть спасибо за комментарии спасибо за хорошие слова в мою сторону спасибо я думаю я своей жизни этого заслужила можете мне поверь жарко кошмар света нет света нет уходим включают сегодня хоть у меня через дорогу свет был тоже каждый божий день нету выкиньте сколько там магазинов новая почта парикмахерская аптека и сидят без света по полдня ладно в квартира да люди с окон висят вечером а работа работать надо ладно эти скажите аптека генератор а тб генератор а вот парикмахерская девчата откуда они его возьмут сидят ножницами срегут ногти на ногах наверно обрезают девочки ладно каждый день одно и то же уже по-другому не будет думаю сегодня кушать вообще ничего не готовлю девчата вот это патиссон и сейчас реанимирую и может пару карташин сварю все никаких готовок оля вчера аж психанула голубцы ей много голубцов я себе взяла вот этот судочек с подселедки вот эти ну вы поняли вот те шумы вы видели их сто раз уже и ей я любили себе больше мне не надо еды полно девочки все киснет а так все так что голубцы есть у всех и у меня и у нее и еды полно а то приготовлю сейчас четыре карташины отварю придет она перекусит то и кабачки вот эти не кабачки а патиссоны реанимирую не реанимирую она даже что же я купила я всегда девочки так цвета капуста патиссоны всегда вот это в таком состоянии я вас слушаю милейшие забрала с дома колбаску это купить о девочки открытие сезона ура можете меня сейчас поздравлять воды не хочу дикусе что за потянусь девочки открытие сезона заплющу и ты очень но только маленькая большой нету это я была на квартале купила 4 качанчика гляньте какие варятся две секунды но это наши это еще никакие не привозные вот эти чтобы хорошие качаны они должны быть вот такой длины как два и толще чем вот это вот это по двадцатке один жиночка стояла перси наломала перси я говорю но они не такие как вот это везут это ж в огороде садят а вот эти что занимаются до оптым оптом потом везут это специальная поля люди специальные фермеры эти которые специально на это самое девочки лазила только шаги сирень где чердак на чердаке шпалочки брала а там же сирень надо и тут прочищать ее девочки я этой сиренью заглушила все кругом вы поняли надо осенью будет прочищать оставить чуть-чуть только все попилить и сделать шашлык девочки такое сосиски и вот эти с дому забрала холодильники лежат девчата кусочек сала забрала думаю с картошкой я для себя лично улья не захочет все девочки а тут помидоры и огурцы все и две цибулы из дому забрала вот такие я же не купила цибули потому что я знаю что мне не надо ничего все две цибули а это сало и тут огурцы помидоры на салат все больше тут что тут еще думаешь что тут еще девочки тут еще вот такая вот скумбрия банка пачечки это я купила лично никто там не подарки ничего видите вот такая она вкусная я в варусе купила до картошечки я если захочу рыбки я себе куплю как и вы все так девчонки все уже сделала да повтыкивала ну по две палочки возле каждых кустиков так это только начало а вот веревки начнутся путать а вы мне не подходить до огурцов потому что я вас если вы видели как они смотрят я вас посажу на цепь вы поняли малыш ты будешь на цепу 1 в одну петлю не огрызайся будете в одной петле стекать будете в одной петле у меня вы поняли одну петлю сделаю поменьше ваши две шеи затяну и привяжу возле калитки сапку землю встрою и будете на цепу сидеть если полезете в огурцы вы поняли я слышу что поняли ты не хочешь на цепь ты на цепь не хочешь придется шум не делать мне надо хоть два кубка чтобы вышло а вы шкоду делаете цепь он на заборе вот там вот где забор там порог есть вот такой она лежит вот так растянута деревья вы ее видели уже эту цепь видели 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 наверно уже и обнюхали ее поняли что это цепь для вас переговаривается ты меня не перекричишь девочки как я их люблю господи какие они умные сейчас зашла прыгают подпрыгают с ног сбивают я вот это с ними постояла побурюкалась я немножко вот так только сказать только шлепанцы снимаю и все я переодеваюсь сразу для ли как будто они и не бурюкались и как будто они спали я зашла вы поняли они умненькие а ну идите оба сюда там лежат подойдите сюда оба чего вы не подходите я не поняла идите сюда вы обиделись вы обиделись а что будет вам наказание не хотели подходить не плачь а дико так делает лапой цепь видели если вы плохо ее видели я ее могу положить вниз может вы издали ее видели я вниз положу и будете ее обнюхивать ходить кто на ней был привязанный предыдущий дик был немножко привязан или он не был девочки не по-моему он не был это когда родители еще но свекра держали собачку я когда приходила она была на цепу я как вспомню девочки такие самые у них больших не было собачек вот такие и она на цепу и вот это она была знаете такая проволока толстая вот такая которая не сгибается была и вот эта собачка по этой проволоке был там какой-то бегунок такой поняли и вот этот ну ну это цепь была к этой на земле этот было но проволока это она вот это вот это ходила от калитки и сюда ну до кухни не подходила до конца дома до угла до коридорчиками сидим уже будка же там под ступеньками будка ее было я помню я приходила это собачка на цепу мне так собак на цепу жалко я не могу смотреть когда на них поводки одевают и ходят с ними ну когда гулять выводят я понимаю это надо так вот это вот боже мой вы поняли что я говорю я вам куплю поводки даже цепь и поводки и будете у меня и на цепу и на поводках чё вы разлеглись а как я сейчас буду выходить отсюда перегородили мне путь под столом не лезть пролазить не анти легли оба все мне выхода нема как вчера вот тут улеглись а мне ноги некуда поставить хоть на них ставь а сейчас вот они мне перегородили путь он и диван у них их не и впереди сколько пола нет они легли тут вот так вот охрана у меня там кастрюльки мясо есть будете мясо сейчас кушать чего вы надулись на меня девочки я их обожаю девочки вчера попили мы кофе аж аж не грамма поели а шо мы вчера а голубцы ой девочки какие вкусные голубцы ой как мы знаете что я же давай вот то что ну оля занесла я понесла все что тут было и салат сидела делала набрала собой варила 3 яйца а вот крутую соль брала пару огурчиков и хлеб а вот это говорит у меня там 22 огурца говорю два яйца вареных я одно только съела а 2 может крыши в огурцы я салатик сделала с огурцом и кукурузку девочки как вкусно все-таки добавлять кукурузку горошек салаты помидоры у нас вчера не было сейчас я принесла с дому помидоры а вот я вот это покрышила цибульку а цибульки же не было чеснока аж три зубка вот этого молодого хорошего три зубка чеснока покрышила на штучки штучек 5 воляш принесла огурчик огурчиков в родничок и у меня там был один огурчик на вот огурцов покрышила горошек че горошек кукурузку всю высыпала и вот эти два яйца покрышила он такой салат был вкусный слышите так я еще взяла этим скажите майонез был майонеза туда майонеза мало мало где-то ложка была мужей не было выдавила весь и взяла еще пахучим маслом сверху девочки как вкусно майонез и пахучим масло мы ложками наелись этого салата но получилось целая мысочка мы ложками этот салат улупили а потом я думаю все ну там осталось может ложки четыре я я все потому что я ну все а куда голубцы уже кушать так я взяла себе два голубца оля я не знаю она сама себе даже не знаю я себе два голубца взяла девочки и вот это же капусты сверху на на положила себе побольше вот это же я сверху положила в кастрюлю вот вы поняли шуляшки вот эти а она что же такая вкусность тушилась и оля мы вот это поели этой капусты а уже голубцы ели доели салата сколько надо человеку вот и вот так глазами бьел а а а а не можешь не можешь шо ну такой был бы еще один желудок все улялись а почти ну а то там и лежите а вот ну и все и такие вкуснятина голубчики то а я еще хотела думаю может пару картонетиков то всегда нам мне кажется когда картошки нет на столе это голод какой-то правда вот всего на всего понаставляй и смотришь на сочи ну картошка должна быть правильно как китае в корее и где в японии как у них рис и вместо хлеба вместо гарнира они не представляют себе сесть за стол чтобы не было риса так у нас не представляем сесть за стол чтобы не было картошки ну правильно то все вот эти вот макарошки, вот эти все рисики, гамнисики, кашки. Это все вкусно. Ну, картошка есть. Мне кажется, вот он поставил плов на стол и поставил картошку. Ну, и то, и то будут кушать. Ложку плова возьмут и картошки обязательно. Ну, мы такие люди. Я думаю, это у всех так. Без картошки никуда. Ни туда, ни сюда. Правильно? И без цебули. А вот. Хорошо, что я вспомнила, что тут лука нету. С дому взяла две цеблы и накинула. Вот. Ну, и все, девочки. Так что сейчас у меня будет просто картошечка, патиссоны. Я просто их... Ой, девочки. Масла же нет постного. Я же еще хотела забрать пахучее масло, чтобы на нем сейчас прижарить. Прикиньте, вот это мне назад надо будет пиликать туда, на гору. Еще ж сижу тут. Уже взяла кулек сюда идти. И вот так же на столы посмотрела. Кругом чинь-чинь, что не надо взять сюда? Майонез взяла. А масла нет. Ну, пойду. Дикуйся, малыш. Сходили бы туда, масло взяли. Как вот она даже... Я видела собачку дрессированную, между прочим, с дядей живет и с тетей. Так ей скажут, неси лопату, снег будем отгребать. И он идет, здоровый пес, и тащит лопату. Так что? Здоровые псы только могут это делать, потому что у них голова большая, мозгов больше. И вы тоже должны. А мухи, мухи. В хате нема, ни одной. А тут он летает. Липнут, липнут. Липнут, липнут. Никак не прилипнут. Полно поприлипало. Слава Богу. Иди отсюда. Лети. Клейся. Вот. Гляньте. Ну и все, девочки. Мои родные. Я думаю, как патиссоны эти пожарить. Половинками, да, вот так вот взять, прямо вот так разрезать. Вот так вот. И вот так их и пожарить, правда? Так и сделаю. Майонез есть, чесночок есть. Притеры перли. И вот это сегодня будет еда. Картошечка. По две картошинки. Такая картошка вкусная, что сынок принес. Да, девочки? Прелесть одна. Ой, сколько этой белокрылки. Ой, я не знаю. Я вчера вечером уходить, а то, что там возле крана, вот то желтый куст цветов растет. Ну, они, по-моему, дикие, но они такие красивые. Я их и не убираю. И вот то каждый год один и тот же куст, и он растет. Вот то обломаю эти самые, ну, когда он уже осенью. И все, и весной он заново, он какой красавец, сидит на пол забора, все в желтых цветочках. Так я вчера, что жарко на диване, да, дикусе? Лег на пол, лежал там, пришел, лег на пол. Малышочек, и тебе жарко. Лежит сам там, голова свисла вот так вот. И прыгнул и он. Ну, лежите на полу. Пол прохладненький, да? Ну, шаг, полежите пять минут, и он уже нагреваться под вами будет. Если бы воды не боялись, он бы бультихалися. Я бы вам и вагоны вытянула с чердака, и сидели по воде, как жабылки. В общем, девочки, мои родненькие, это у меня все такие новости. Прокатилась туда на квартал опять. Я поехала, знаете, чего девочки еще туда? Там же вот люди свое выносят. Я поехала уже в «Шинячий голос», уже где-то я в начале 12-го вышла, если бы я с утра, вот. Такое вот. Люди выносят свое там, то с этого Смирного, то с Краснопилля, ну, это села там, ну, поблизости, которые там везут. Черной смородины взять. Было в одного мужика нашего возраста, в дядьке в одного. Был у него зеленый крыжовник, по 60, но он бы по 50 отдал. Там у него килограмма два было. Ну, мне хватит крыжовника. Вот. И черная смородина у него была. Он тоже сказал, 50 гривеню, это килограмм только. Ну, девочки, знаете, какая? Вот, знаете, такая крупная есть. Она даже, она вроде как черная смородина, но у нее такие длинные, вот такие хвосты длинные. Не вот эти маленькие, вот эти хвостики, как я вот оббирала, сидела. А вот длинные такие, висюльки прям. Вот у тебя точно она. Там они вот такие вот даже. И это самое. А я же вот тут смотрю, кулечки вот так вывернул, сидит. Я говорю, это же смородина, но не та смородина. Она тоже смородина, но как-то она по-другому. Ну, она мне не нравится. Я такую не хочу. Вот. Он-то берит, заморозит. Я говорю, куды? Где? У людей по полдня света нету. Ну, и все же там засмеялись, что действительно света, куда морозить? Ну, вот. Говорят, еще хуже будет. Вот. Ну, и все. Я говорю, да нет, я даже не хочу ни мороженое, ни свежую, и ни соленую, и никакую. И пошла. А так не было ни у кого. Надо ехать на базар. Взять мне надо килограмма четыре, взять смородины. Это и малины же надо взять. Вот надо смородина и малина. И абрикоса начинается, и все. А вот. А я сейчас даже не глянула на абрикосу, честно. Брала палки и не глянула на абрикосу. Завтра тут немножко можно будет. Завтра сынуля будет, я его попрошу, сколько достанет, мне хоть в банке сделать, чтоб целенькое. У меня рватая надо. Пускай она даже будет с одной стороны оранжевенькая, а с другой стороны такая еще, такая недоспевшая. То, что надо будет. Вон, сирена опять. Я ее пока лупаю, правильно? И в банке понапихаю бутыля. Бутыля. А вот. Надо только, обязательно надо лимонной кислоты. У меня здесь, по-моему, нету. Или я покупаю. Лучше я куплю. Я не забуду. Обязательно лимонной кислоты кинуть. И сахара еще надо брать. Брать и брать. Потому что, чтобы закрыть, чтобы оно вкусно было. А не вот это. Две ложки сахара. Нет. Хотя бы стакан сахара на бутылю. И чуть-чуть лимонной кислоты. И закрыть просто. Вы поняли. Как вот у помидора и огурцы мы натаптываем бутыля. Вот так вот натаптать абрикос. Вот. Ну, а те, что падать уже будут. Все равно их не нальвешь, все девочки. Дерево какое. Километр в высоту и километр в ширину. Ой, как уже все надоело. Ладно, девчонки. Девочки. Огромное спасибо за все. Я там начиталась, наотвечалась, начиталась комментариев. Огромное спасибо. Огромное. За штаны там, что у меня порванные штаны. Ну и что дальше? И что дальше? Что вы там могли увидеть? Кусок ноги в дырке. Ой, девчата. Шалунишки. Ой. Мне так все равно. Я девочке вообще люблю порванную одежду. Да. И знаете, порванная от чего? От того, что она изношена так качественно. Значит, ты ее носил так... Это твоя любимая вещь, значит. Которую невозможно снять. На что-то на другое поменять. Донашиваешь до дырок, потому что это приятное качество. Вот эти вот джинсы, это же я обрезала. То, что вот это я была в них. Думаете, я не видела, что там дырки одевала. Ну и что? Откуда я думала, что кто-то будет ни на меня смотреть, ни в глаза мне, а на мою жопу? Или где там дырка? Я не знаю. Я одела их и пошла. Между ног кто-то увидел, что там... Да, между ног там была дырка протерта. Это были джинсы, которые я не снимала. Наверное, я не знаю, сколько лет я их носила. Как одену весной или осенью, и до весны, всю зиму, постирал, одел, постирал, одел, постирал, одел. Потому что качество вообще... Как вот у деткам покупаешь пеленочки-то, разные распашоночки, чтобы качество дышало тело. А так вот это вот это... Удобные, растянутые, нигде не сдавят, нигде... А качество-то вообще... Ну вот, я их сюда было забрала джинсами. А потом думаю, что я тут буду сидеть летом, да? Я взяла ножом, отрезала халявки. И получились брыджи. Ой, девочки, Господи, было бы это все горе, мои родные. Было бы это все горе, горе, и... Девочки, вчера это самое... Сам выбрала маму. Я вчера вечером смотрела, я тоже возмущалась. Но я не пишу комментарии, честно вам говорю. Я не пишу. А вот. Там столько написали, ну, что, вези мать в больницу. Да, ее положили в больницу. Мне тоже кажется, у нее такая дышка, ее так в скорую сразу не... Это бы мой, чтобы дитя мое пришло, а я вот так себя чувствовала и начал бы меня посылать куда-то за кефиром, погулять. Что ты вот так так дышишь? Там сразу бы скорую вызывал. Мгновенно. Никто бы у меня не спрашивал. А это вообще. Сидел, ел, снимал это видео, как она... Да я вообще сидела такая, вот так вот. Вот так вот смотрела уже, думаю, Боже мой. Кошмар. Нафиг те деньги мне были. Нужны, если бы ко мне такое было отношение. Разве в деньгах отношения? Вот так вот трое детей, никому мать не нужна, получается. Кошмар. Не дай Господь. Мне кажется, даже если что-то сделала, сделали родители, ну, в детстве, да, что мы можем запоминать, там, в юности, вот. Ну, как это? Родителям все прощается, девочки. Абсолютно все. Особенно, когда они уже в возрасте, да? Господи. У меня Вовка, брат, тоже с сыном они не мирятся. Кто виноват? Тут виноват, конечно, больше папа. Я так считаю. Я так считаю. Он виноват. Сто процентов. Даже не девяносто девять и девять. Сто процентов. Виктору сегодня не позвонила. Потому что ему надо поехать к Кабачкову пожарить. Я только как-то поеду. Не знаю. Может, в воскресенье поеду. Это так. С утра надо поехать. В воскресенье. А вот. И что-то ему там. Ну, приготовить такой. Может, суп какой-то сварить. Ну, посмотри. Девочки, там вареное не надо. Тем более, сейчас этот Богдан, которому он отдал 7 тысяч, эти, ну, который пришел сейчас. Ну, что я вам рассказывала. А он такой хлопец, что он кушать готовит. И он ему всегда с ним поделится. И он едет с работы. Он всегда. Ну, хлопец неплохой, конечно. Ему 28, по-моему, или 29 лет. Хороший хлопец, работает. Вот. Это. И он всегда, когда едет, он у него спрашивает. Емельянович, я еду. Вам надо что-то купить? Он вот ему скажет. То в аптеку зайди по пути, то в магазине. Ну, что Виктору там надо? Господи. Лишь бы он что-то сказал, что ему что-то надо. А он приходит, он себе, ну, как, знаете, как хлопцы. Супы, борщи никто не варит. А такой вот картошки пожарить, там уже кашу какую сделать, пельмени. В основном пельмени и вареники они покупают. А что придет с работы, уставший, тем более он вот это, ну, плитку ложит на улицах, дорожную, вот это вы поняли. Прикиньте, целый день на жаре, на коленках наползайся. Потом ползи домой. И что, будешь стоять возле той плиты кушать, готовить? А то берут, что уже, что уже, что уже в силах до рта донести. Вы поняли? Ну, и все. Вот. Так что там покушать себе что-то найдут. А уже, конечно, такое, приготовить что-то. Вот кабачки пожарить. Виктор с удовольствием, я ему возьму, может, ну, штук пять. Кстати, вот он кружочками нажарю ему, и хай потом тягает и в холодильник поставить полную там кастрюльку какую-то. А вот. Такие девочки две кастрюли во дворе стоят под забором. Хорошие. Прямо под забором на земле стоят. Кастрюля в кастрюлю. Лень мыть, слышите? И кто это вынес, я не знаю. Это ж какие-то квартиранты, наверное, вынесли или кто. Хорошие снежавейки, классные две кастрюли. Я на них все смотрю. Он говорит, Люда, бери помой. Так я помыть и домой бы забрала. А что, помыть и ему оставить? Они ему не надо. Назад вынесут. У него кастрюль полно. Девочки, мне надо у него поискать. Моей посуды у него тоже полно. Надо вот так вот открыть. Там судочков моих полно. Не у таких пластиковых, а купленные. Потом вот это я ему в больницу приносила. Ну, я знаю, в морозилке лежит судочек мой. Сиреневый. Он прозрачный. И крышечка сиреневая, не прозрачная. Потому что мы когда приехали, я ему говорю, где-то мой судок я тебе приносила, с клубникой я ему приносила, дома почистила. Ну, я тебя слушаю. Ну, я тебя слушаю. И они тут сразу бежат. Я вас слушаю. Что вы мне хотите сказать? Дикуйся. Ну, ты ж подошел, что-то хотел, а малыш его сразу отогнал. Малыш, Дик ко мне подошел, хотел со мной пообщаться. Ты подошел, его отогнал, и сам не гам, и другому не дам. А вот. Ну, короче говоря, это. Посмотреть надо, там полно моей посуды у него. Потому что так вот что-то привезешь, Люда, бери. Я говорю, да потом не хочу сегодня уже везти. И так там куча всего. Там и салатница моя какая-то есть. Я же тут день рождения у него, я же дому приготовлю и туда везу, чтобы поменьше там что-то готовить. Вы поняли? И в своей же посуде. Надо как-то сесть и перерыть у него все, потому что я там я же хорошую относила. Да. Да. Поедете со мной к Виктору. У него девочка собак. Вот только она больше вас размером. Она вам когда-то там прикурить. Будете искать выход, где выхода там нема. Не, ну вы забор пролезете. У него металлические, поняли? Там вот такие. Та собака не пролазит, что у Виктора. Она здоровее. А эти за секунду повылетают. Да? Вот. Ну и все, девочки. Сейчас вот это пожарю. Морковка в Варусе 49. Женщина одна берет. А старше меня такая. Ну, мне жалко вообще. Думаю, если бы сейчас в Варусе кто-то хозяева увидели, мне по башке бы дали. Берет, стоит, выбирает морковку. А я не вижу цену. Ну, так прохожу мимо. Она же мне не нужна сегодня. Вот. Я говорю, почем морковка? Она вот уж ищет. Говорит, 49,90. Я говорю, газуйте в АТБ. Я говорю, я вчера взяла. В АТБ 29,90. На двадцатку дешевле. Так она бегом с кулечка высыпала. Я говорю, что тут до АТБ? Дорогу перешли, идите. Она говорит, спасибо вам. Говорит, двадцатка. Да, вы, конечно. Она стоит, хотела, чи две, чи три морковки взять. Выбирает, стоит. Я говорю, период идите, он туда лучше. На двадцатку. Добавите килограмм сахара, можно купить. Сахар 27, чи 28. Абрикос, девочки. Вот это там базарчик, вот этот же на инженерный. Только они там вдоль дороги вот так стоят. Вот. За заборчиком, но вдоль дороги. Ой, абрикосы на абрикосе. Все стоят, наверное, ненавидят друг друга. Поперли, поперли абрикосы. Пятьдесят, шестьдесят, сорок. Колировка. Ананасная, я вот это спросила, такая здоровая, длинная, хорошая, такая классная. Шестьдесят. У одной женщины, там килограмма три у нее было. Еще же девочки бегом спешат сорвать, чтобы подороже продать, бы сейчас массово как хлынет. Она сейчас же вот эта пошла уже. Вот уж ранее была, то такое. Ее, наверное, мало. А сейчас пойдет, как у меня он. Полторы тонны висит. Мне вот легче дома что-то приготовить, кабачки пожарить. И вот, знаете, какой-то, во-первых, он, у него же есть, этот, яма, вода можно выливать. Он как у меня. Вода льется с крана. А там ведро. Ставить ведро. Сначала мыску в умывальник, а потом ведро выливать. Я не могу вот это, тягать уже эту воду. И стоишь вот это все время в напряжении, что ты не можешь открыть кран и спокойно руки хотя бы помыть. В общем, все посмотрю. Ну, надо ему, я же ему пообещала кабачков нажарить. Девчатки, сейчас кукурузку сварю. Сливочного масла нет, зараза, дома. Ну, ладно, без сливочного масла, да, присолить. Кушать не хочется. Я вот сейчас просто сидела, девочки, вот уж пока это, собакам дала, скажите, по сардельке с дома брала и тут где-то. А нет, там осталось, по сардельке им дала. Они небольшие вот такие. Вот. И вот уж пока они эти сардельки кушали, Дик так сразу как вот, знаете, снежинку проглотил. А малышочек сначала на нее посмотрел, полежал, а потом прошло время, он потом начал потихоньку ее кушать. Он не хватает, как Дик, вот такими глазами смотрит и не знает, что делать. Че глотать сразу, че пойти пожевать, хоть два жома сделать. Вот. И это. А я взяла, почистила себе два огурчика. Маленькие вот такие огурчики. Почистила, вот ту солью так поколбасила. Вот. И все. И не хочется ничего. А дома я утром съела два голубца. Где-то... Что рано? Там девочки так рад, когда уже начало четвертого. Думаю, Господи, слава Богу. Смотришь, небо уже чуть-чуть уже начинает так. Потом уже четыре, уже светло. Пол пятого, вообще уже Божий день, уже и солнце всходит. А вот. И вот улежала, лежала, смотрела, смотрела. То есть читала, отвечала вам на ваши комментарии. Вот. И это. И уже где-то, ну, наверное, уже где-то в пол шестого без пятнадцати шесть. Пошла, кофе себе сделала. И то пришла, то есть, ну, я вот, знаете, сяду, ну, не сяду вот так, а вроде как ляжу на стенку, а ноги на полу. Или одна нога на пол, одна на деван. Ну, как удобно. Делаю позу эмбриона, как мне удобно. Вот. Ну, и все. То это. Выпила кофе. А потом уже начало восьмого. Думаю, а че пойти голубцы взять? Думаю, боже, это ж так рано голубцы начинать кушать. Это ж обед, дождь. Голубцы. А на завтрак что-то ж надо другое. А шо другое? Колбасы? Не хочу. Яйца жарить не хочу. Картошки варить не хочу. Выхода нет. Пошла, взяла два голубца, но без хлеба и съела. Да. Ну, это было, я жарю, семь часов. А сейчас уже, наверное, полчетвертого. И два горчика сейчас потерла, съела и все. Ой, Господи, о чем думать? О еде. Ну, и лубами. Когда самому кушать, можно и не думать. Только его покормить, накормить надо. Волки кушать нечем. Хочет Оля, Хай, сегодня ко мне заходит, будем ехать домой, заберет эти голубцы. Шо есть, я все отдам. Хочет, Хай, звонит, Хай, выходит и забирает еду. Я, девочка, уже не могу. Мне так уже все надоело. Вот поверьте мне. За меня никто никогда не подумает. Да я да никому не доверю, чтоб за меня подумали. Никому. Чтоб за меня кто-то где-то что-то пошел, решил. Или что-то... Да не, Боже, сохрани. Сама, на корячках, сама только. Никогда никому. Никуда не пошел. Только в магазин может. И то. Рассказать, что купить, какой фирмы и все. Я принесу, что только психанешь, заревешь и поругаешься, и все. Честно говорю. Я же говорю, я есть у всех, а меня у меня нет. И не было никогда. Нет, сыночек мой. Это да. Там даже переплюнул меня. Быть мной даже переплюнул. Моя лапочка. Я вот так вот смотрю на все. На вообще. Даже не смотрю, а думаю и все. Я даже не знаю. Вот двое детей. Ну, если бы Миша с Мишей вот это приключение не было, тоже бы хорошее, нормальное дитё было. А так вот это что? Вот такое произошло. А так же тоже. Порядочные, порядочные. Во-первых, у меня дети порядочные. Вот это уже порядочность. Не жлобство, не хамы, не хамы, не кричат. Не было у них такого. Никого никогда не обидят. Никого никогда. И не обидели. Ни словом, ни делом. Ни глазами даже, ни взглядом. Сейчас, девочки, мне уже этот свет уже преследует кругом. Спускаюсь во дворе у себя. До подъезда иду до своего. Когда два эти самые, стоит какая-то машина, ну, такая вот, как легковые, только вот это, как маршрутка, только меньше маршрутки. Вот такой. И расписано вся вот эти, какие-то службы не доделал. Оно все новое сейчас. Вот. Государственного, наверное, уже нема ничего. Все частные фирмы какие-то. И два мужика. Один помоложе, один такой, как я, где-то годами, наверное. Вот. И стоят, что-то разговаривают. В рабочем одеты. Вот. И я же тут спускаюсь, и они, скажите, вы с этого дома? Я говорю, да. Я у нас, с какого подъеда? Я говорю, вот с последнего дверь открыта. А я говорю, а что случилось? У вас выключатель на площадке и свет включаете в подъезде. А, говорит, как у вас работает свет в подъезде? Я говорю, задолбали. Я говорю, да я шучу, задолбали. Я говорю, кругом этот свет сейчас. Кругом, с кем не разговаривают. А у тебя свет есть? А на сколько? А со скольки? А когда включают? Сокол звонит. Люда, пятницу не надо. с девяти до часу света у нас не будет. Четверг можно прийти? Я говорю, в подъезд заходишь только и сразу на стенке с правой стороны выключатель. И на улице, когда, ну вот это возле подъезда, фонарь горит этот. Ну, вы поняли, над козырьком. И в подъезде загорается во всем. Во всем. У нас нет на каждом этаже никаких вот этих переключателей, выключателей. Вот, включил внизу и на пять этажей. Я, вот так же я рассказываю. Я говорю, у нас внизу включается и кругом горит, если лампочки есть. Так, вот так и сделала. Говорю, если есть лампочки, они смеются. Вот. Я говорю, а что он говорит? Да, говорит, в первом подъезде от дороги уже они сделали. Щечки делают. На вот этот свет, который на улице загорается у нас и в подъезде. Я говорю, так, а куда его подсоединяются? Ну, они как-то же там делают. Там, я потом выхожу с подъезда, а в моем подъезде щитовая есть. На первом этаже, в коридорчике, в этом самом первом. На весь дом. Щитовая в моем подъезде. И один уже, тот, что постарше у него уже тут, лампочка, как у Лора, во лбу. А тот, что-то пошел туда. В общем, я выхожу, этот на меня смотрится, эта лампочка. Я спросила, говорю, получается. Я говорю, вы как хирург. И пошла ж. Ну, все. Уже какие-то счетчики на свет будут ставить. Я говорю, а кто будет платить за этот свет? О, ну, это вам не надо, это нам что-то надо, с нас требуют что-то. Ну, я и пошла. Я говорю, господи, как уже задолбали все. А что они, они что? Такие же самые, как и мы. Я говорю, уже так, я говорю, уже не знают, что придумать уже. Господи. 70 лет дом простоял так, а сейчас надо, чтобы он был вот так. Не растудыть твою мать. Ой, так, чтобы хоть было для нас что-то, в нашу пользу, а не в нашу. Девочки, не слазит моя вавка, иди, зараза. Не слазит моя вавка эта. Ну, это бородавка. Может, она такой уже останется. Было маленькое, а стало вот такое. Болит, зараза. Ладно, девчонки, сейчас я поставлю, кукуруза варится 10 минут, то я потом. А сейчас кабачки, ну, вот это мне наверх идти за масло. О, ёкалы малые девочки. Нема силы. А надо идти. Девчоночки, я пошла, мои родные, извините, что я вот это сижу, болтаю. Ну, а шо мне делать? Я хочу с вами поговорить, с вами вы... Я ни с кем не общаюсь. Я выхожу с подъезда, эти ш... Ну, этот мужчина стоял же, вот эта светолампочка, во лбу, как царевна-лебедь. Вот. Когда Нина где-то там, че на дереве сидела, вот это шо собака. Я даже не поняла, где она мне кричала, Людмила, привет! А я вот так... А у нас же там заросли в подъезду, ну, как заходить в подъезд, там деревья какие-то, кусты какие-то у нас там растут. Вот. Я ей сказала привет, вот так посмотрела, потом за угол, за дом зашла, думаю, че она на дереве сидела, че где она мне крикнула, Людмила, привет! Ну, Славочки, она меня не увидела. Ой! Ой, девчата! Я пошла, девочки, за постным маслом. Видите, я сегодня ничего не покупала, вы же видите, по моим покупкам. Я вчера ж бутылку выкинула. Ой! Ой! Облом такой, прикиньте, тут раз, два, выйти с коридорчика, три ступеньки, главное, они же высокие, и в дом зайти, наверное, пять ступенек, и назад, прыг-прыг, 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 я пошла. Будьте здоровы, девочки. Да, малышок, одни конец, не предатель. Будьте здоровы, родные. Редактор субтитров А.Семкин